я действительно сегодня пришел рассказать про файзеры я пришел рассказать это потому что я сейчас ими занимаюсь они мне интересны чуть больше наверное с академической точки зрения и вообще если коротко про себя то я работаю программистом более 10 лет если быть точнее 11 мои интересы последние 5 входит динамический анализ кода впервые этим начал заниматься в компании jetbrains я тот человек который значит привнес профилятор в intelligent d поэтому если вам что-то в нем не нравится то можете немного немножко видеть меня то как как это отрисовано по крайней мере последние пару лет я занимаюсь файзерами и мне очень интересна эта тема и что я заметил что когда речь заходит про файзеры очень многие в ней теряются теряются по нескольким причинам в частности из-за его уже достаточно большой сложности в тех местах где он применяется и вторая причина это то что часто он используется в очень в очень специфичных задачах сегодня же я хотел бы рассказать самую базу про файзеры что это такое как он устроен и может быть у меня получится донести до вас что его можно использовать уже прям сегодня можете прям вечером прийти расчехлить ноутбуки и попробовать на своих каких-то проектах что-нибудь сделать итак если говорить про файзеры и говорить что это такое то файзер проще говоря это утилита для тестирования приложения основным методом который является фазинг и тут собственно и нужно прийти перейти от слова фазер к слову фазинг фазинг в общем смысле это техника тестирования когда мы говорим про технику тестирования мы говорим про то что ее можно применить абсолютно в любой сфере это может быть тестирование программ это может быть тестирование приложений я был на докладе там тестировали ядро Линукса, и это может быть абсолютно любой язык. Это может быть Java, это может быть C++, может быть какие-то другие языки или другие области даже. Почему нет? Википедия дает немножко более расширенное понятие. Отсюда нам важно запомнить, что файзинг – это техника тестирования, которая заключается в передаче приложению на вход неправильных, неожиданных, случайных данных. Я попробую раскрыть, что это значит. И как-то судить эти понятия. Итак, когда мы говорим про файзинг, у нас есть с вами два пути. Когда мы говорим про то, как мы можем его применить. Первое, конечно же, мы можем попробовать начать писать с нуля. Проблема достаточно очевидная, нам нужно знать то, как он работает. Второе, конечно же, взять готовое. Разбегаясь по разным сторонам этого вопроса, реализация с нуля, она понятна. Понятна ее польза. Вы можете применить в своем проекте ее так, как вам удобно. Вы можете использовать специфичные компиляторы, которые используются только у вас. И вот сейчас вы можете взять и написать файзер, который будет применим к этому компилятору. Если говорить про что-то готовое, то такие продукты тоже существуют. И вот некоторые из них. Первый – это AFL++. Такой продолжатель заархивированного проекта AFL, который появился примерно в десятых годах. И с него начался такой новый интерес к файзингам. И в том числе в академической среде. Сегодня AFL++ достаточно мощная библиотека. Но, несмотря на то, что она внутри умеет делать много разных вещей, ее затмевает проект из LVM под названием LipFizer. LipFizer не только удобен, он еще к тому приводит, что появляется куча разных тулов на других языках, которые внутри на самом деле используют LipFizer. Они пишут свою какую-то прослоечку и просят LipFizer сгенерировать для них какие-нибудь данные. Так работает, например, для JavaJazer. Есть и питоновские версии, и джаваскриптовые. Другой механизм. Чем удобен сам файзер сам по себе, как утилита, как программа? Он удобен тем, что мы можем его… А, забыл ссылочку на доклад. Если пропустили, Андрей вот только что рассказывал про LVM, что это за проект. Вот. А что нам интересно еще про файзер узнать, что его можно использовать на вашем CICD. И, например, тот же GitLab, он уже встроил поддержку файзера к себе. Есть команды, которые можно прописать в настроечных файлах и таким образом протестировать программу где-нибудь в своем проекте. на их мощностях. Вам ничего при этом делать не нужно. Другие представители, очень популярные в тестировании файзера.me JavaMira, значит, компания CI-Fuzz, она как раз разрабатывала jazer и его версию для джаваскрипта. И эта же компания очень потрясающий пример того, почему вам может понадобиться написать файзер с нуля. Потому что буквально несколько месяцев назад jazer, который все это время был open-source, они пометили плашкой о том, что мы больше не поддерживаем и не развиваем open-source часть. Есть jazer pro, приходите к нам, покупайте. Вот это то, что вам нужно знать про эту компанию, по крайней мере про то, как она сейчас развивает свой файзер. Файзер очень неплохой. И максимум, что сегодня мир выжимает из файзеров, наверное, это проект OSS Fuzz. Это проект компании Google, который появился в ответ на уязвимость Hardbleed в 2016 году. И что они сделали? Они собрали под своим крылом различные open-source проекты, которые постоянно гоняют на своих мощностях и проверяют их. Из интересного, опять-таки, буквально недавно, я не знаю, слышали или нет, была найдена уязвимость в библиотеке архиватора XZ. И вот этот архиватор, вернее тот человек, который вносил бэкдор в этот архиватор, он не поленился, он пришел в этот проект OSS Fuzz и запул реквестил отключение проверки библиотекой XZ из OSS Fuzz. Причем там под каким-то предлогом можно найти, посмотреть, почитать. Очень интересная драматическая история. Итак, ну это нынешнее было состояние дел. Но для того, чтобы понять, что такое файзинг, конечно же, хотелось бы начать где-то там с истоков. И истоком принято считать 1988 год. Вот этот человек по имени Бартон Миллер, на страничке университета которого очень скромно написано, что он основал область тестирования с помощью файзеров. Именно с его именем связывается именно вот эта техника тестирования программного обеспечения с случайными данными. Не все с этим согласны. Есть человек с другим именем Геральт Вайнберг, и он говорит, что так-то мы в 50-х годах уже такое делали. И мы это делали каким образом? У нас были перфокарты тогда, у нас были машины, в которые мы эти перфокарты, значит, вставляли. И мы доставали, когда хотели протестировать программу, перфокарты прямо из мусорки и вставляли. Ну и, конечно же, у них были и другие перфокарты, в которых были какие-то данные уже заранее записаны, обычно случайные. И они не называли эту технику файзингом, они называли эту технику техникой мусорной колоды. Вот. Но, возвращаясь к Миллеру, и почему он мне интересен, как такой пример, что же такое файзинг, это то, что в 1988 году он, преподавая, значит, являясь преподавателем в университете, он дает для своих студентов список курсовых работ. И в этих курсовых работах он формулирует одну из работ, которую он называет фазгенератор. Читать это не нужно, здесь много текста, просто выписка из того документа, его можно будет найти в целом. Я сейчас посвящу слова, которые меня интересуют. Меня интересует само название. Первое. Он предлагает такое слово «the fast generator», которое в дальнейшем будет везде растиражировано. Дальше он объясняет цель, как оценку надежности, оценку надежности утилит операционных систем, конкретно под Unix. Он объясняет также, как это сделать. Он говорит, что для этого, пожалуйста, используйте вывод программы, в которой будете записывать случайный набор символов. Дальше он определяет круг, что же он будет тестировать. У него есть там список программ, которые ему интересно тестировать в духе mail, set, less и так далее. И дальше мы говорим про то, что если вдруг программа сломается, обязательно нам очень интересно посмотреть, какой же тип ошибки, и какой же тип входного значения привел к этой ошибке. В общем, вот такая короткая история появления значения. И в целом, наверное, программу можно было бы написать как-нибудь вот так. И в целом, он позже, два года спустя, он пишет научную статью, в которой описывает уже чуть более развернутые результаты вот этих курсовых работ. И там он пишет что-то похожее, что есть фаз, есть какой-то набор параметров, и он передается в программу. Современные определения можно найти такое. Мне вот оно больше всего нравится пока. Что в отличной статье я рекомендую, если вы хотите познакомиться с фазером вообще, посмотреть, что там бывает, там есть очень много. Вообще очень много разного интересного. И про символический анализ кода, и про machine learning и так далее. И вот там авторы пытаются подытожить, значит, 30-летний опыт работы с фазингом и как-то сформулировать для себя, что же это такое. И вот статья называется «Искусство, наука, инженерия фазингов». Определение такое, что фазинг — это выполнение тестируемой программы, используя выбранные значения из пространства всех входных значений таким образом, что они пробивают пространство ожидаемых значений, которые есть у программы. Звучит сложно, я согласен, в английском варианте это все звучит, как всегда, лаконичнее и красивее. Что это имеется в виду? У вас есть какое-то ожидаемое у программы входное значение. Вы говорите, моя программа принимает вот такие-то значения. Но вы можете сгенерировать большее количество значений для какого-то определенного типа. Это тоже вполне логично. И есть какой-то, значит, процент от этого всего, который вызывает у программы проблемы. Он может входить, как и в множество тех значений, которые входят в ожидаемое множество, а есть те, которые входят вообще во все. И теперь мы готовы набросать первый наш простенький фазер. Простенький фазер выглядит примерно так. Мы берем генератор случайных данных, мы берем программу, которую будем тестировать, и мы будем ждать, что появятся какие-то ошибки. И тут, это очень самая базовая схема, тут возникает первый вопрос, который у любого человека может появиться, когда он приходит к заказчику. Тут наконец-то сталкиваются два мира. Вас как тех, кто хочет создать фазер, и людей, которые вам заказывают фазер, которые хотят получить от него какую-то пользу. И проблема связана с тем, что вы расходитесь в понятии, что же такое ошибка. Ошибка может быть разная. Вот возьмем такой пример. Есть ли у вас идея, какие ошибки здесь могут произойти? Переполнение и... Как? Можно попробовать подать, но это я пишу на Java Kotlin, поэтому здесь нельзя. Да, может быть, еще какие-то варианты? Вот, еще ссылка на null. Да. Смотрите, у нас есть две ошибки. Первая, мы не проверяем на null. Но на самом деле никто и не проверяет на null. Мы же знаем, что мы передаем коллекцию. По крайней мере, в Java есть прям соглашение. Если у вас коллекция массив, пожалуйста, не передавайте туда null. И никто не будет это дело проверять. Второе, действительно, как было замечено правильно, это переполнение. Мы можем суммировать значение в какую-то переменную и результат. Это переменный результат тоже интеджер. Рано или поздно интеджер закончится. Но когда вы фазером найдете эти две ошибки, к вам придет ваш старший разработчик и скажет, ну, ты как бы, ты что? Ты что делаешь? Ты зачем туда null передал? А зачем ты передал? Мы же вообще суммируем там, не знаю, возраст студентов одной группы, например. Мы там в жизни никогда переполнения не получим. И вот это уже первый такой, первый конфликт. Поэтому нам придется немножечко усложнить нашу схему и прийти то, что авторы в той же самой статье называют уже фазинг-тестированием. Они говорят, что фазинг-тестирование это применение фазинга для того, чтобы определить, нарушает ли тестированная программа какую-нибудь политику безопасности. Поэтому мы добавляем политику безопасности. Политика безопасности может быть любой. Начиная от того, что произошла какая-либо ошибка и заканчивая какими-то сложными вариантами, когда в программе появился out-of-memory, который привел к тому, что программа начала записывать какой-нибудь файл, лежащий вне директории, после чего он попытался загрузиться по соке куда-то. Ну, например, такая политика безопасности. Почему нет? Это как раз тем, что занимаются безопасники, когда пытаются определить, является ли какая-то ошибка какой-то уязвимости потенциальной. Ну и, чтобы два раза не входить, мы зацикливаем наш фазер, и чтобы вручную его каждый раз не перезапускать. Работает ли это? Может ли это работать? Маленькая история. Пока можете поразглядывать, я надеюсь, здесь все видно. У меня есть студенты, я сказал, что я преподаватель, и одно из заданий, которое я им даю, это написать TeamSort, то есть они должны сделать свою реализацию. Все мы были студентами, и когда мы были студентами, мы знали, что достаточно найти в интернете какую-то программу, которая работает правильно, поменять в ней какие-то слова, поменять немножечко структуру, и вот преподаватель, весь обманутый, поставит вам пятерочку. Я решил найти такой проект в интернете, я вот нашел проект, там действительно ребята собирают реализации разных сортировок для разных языков программирования, нашел я его очень просто, вбил в гугле слово TeamSort и Java, и после вот первого TeamSort, который очевидно лежит в исходном коде Java, я нашел вот этот репозиторий, и я для него написал вот такой вот файзер. Здесь файзер использует рандом для того, чтобы генерировать случайные значения, после этого заполняет массив с случайной длиной и случайными же значениями, и пишет этот массивчик, после чего выводит ошибку. Найдет ли ошибку файзер? Ну, да, он найдет, потому что зачем я сюда пришел с этим примером, если бы не нашел. Итак, что мы имеем? Мы имеем, что для какого-то массива у нас в коде той программы где-то там произошла попытка создать массив и передать этому массиву отрицательную длину. Какая мне польза, кроме того, что это ошибка, которая в каком-то там искусственном проекте. Я напоминаю, я хитрый преподаватель, у меня хитрые студенты. Поэтому для того, чтобы протестировать быстро то, списали ли студенты или не списали, я теперь могу взять вот этот вот массив и просто запускать их программу с этим массивом. Если я получаю такую же ошибку, крайне вероятно, что работа была списана. Я могу ему сказать, что извини, давай, ты мне расскажешь поподробнее, что ты делал. Я уверен, что те, кто разрабатывали, писали код для TeamSort, они свою программу проверяли, и там есть свои примеры. Он действительно работает для пустого массива, работает для небольших, несложных, но для этого он ломается. А сегодня у нас еще на этом же треке будет выступать Владимир, который рассказывает про то, как он на Java писал сортировку QuickSort. Я уверен, что он поделится какими-нибудь историями про то, как это сделать хорошо, правильно и ничего не сломать. Переходим дальше. Мы с вами получили уже Phyzer. С этим Phyzer уже можно прийти домой и попробовать что-нибудь написать, посмотреть, как это будет работать, проверить ваш проект. Поверьте, что-нибудь найдет. Чаще всего уже что-то находит. И какую проблему мы можем для себя обнаружить достаточно быстро, если попробуем это сделать. Вот мы говорили, есть область значения, которую программа ожидает, вот область значения, которую мы можем туда сгенерировать. Что делать, если область значений очень маленькая по сравнению с той, которую мы можем генерировать? Очевидно, в этом случае 99% случаев мы будем получать всякий бред, который нам не нужен, который не работает, не дает никакого интереса и, скорее всего, выходит на первые же строчки. Таким примером может быть, пожалуйста, HTML. Когда вы пишете свой партер, какая вероятность, что если вы сгенерируете случайную строчку, из этой случайной строчки получится настоящая HTML-ка. Ну и так далее. Что делать в такой ситуации? Давайте начнем попытаться улучшить. И вот здесь в мире файзинга начинается сложности. та самая история, которую я люблю рассказывать как, знаете, easy to start, hard to master, если мы говорим про какую-то игровую историю, ну либо в целом эти ощущения как-то на мотане. Я когда сидел, когда ты смотришь, смотришь, все понятно, отвернулся, чихнул, значит, посмотрел и уже ничего не понимаешь, что происходит. Вот с файзерами примерно та же история, потому что файзер начинает впихивать разные техники, начинает более простых и заканчивая очень сложными, включая ИИ. То есть сейчас, естественно, ведутся попытки впихнуть куда-нибудь Machine Learning обязательно там где-нибудь он должен лежать. Ну и как обычно бывает, у таких идей есть проблемы, потому что саму идею предложить легко. Я думаю, очень быстро нагенерятся различные варианты, как же это сделать. Но когда начинают разбирать эти идеи, оказывается, что там так-то еще много различных проблем внутри, которые нужно решить. Как их решать, не всегда понятно. Да даже в том же самом генераторе, о котором я только что сказал. Если мы пишем генератор всяких строк, еще не всегда понятно, как сделать так, чтобы он работал корректно, правильно. Ну, что имеется в виду? Вот есть парсер HTML, есть странички. Первая идея написать такой генератор, который будет делать HTML-странички. Убираем сложность, связанную с тем, что нам еще предстоит выяснить, как написать такой генератор, но, допустим, языки грамматики вы знаете, поэтому вы просто идете в спецификацию HTML, пишете соответствующую грамматику, создаете порождающий генератор, который будет эту грамматику создавать, по этой грамматике создавать HTML, и все прекрасно. Только вот, да, это, кстати, про то, что, если вдруг у вас такая идея появилась, не у вас одна она появилась, в общем-то, фазинг основы на грамматиках, это целое направление, grammar-based фазинг называется, и проблема в таком фазинге, это то, что фазинг не совсем так работает, потому что мы же говорим, что мы же хотим генерировать случайный для программы набор данных, а тут, получается, мы генерируем то, что программа и так ожидает, типа, это не так работает. Ну, что делать? Возвращаться опять к мысли о том, чтобы случайно генерировать, не работает, потому что 99% бреда. Генерировать только валидные HTML, ну, тоже, он, безусловно, найдет какие-то ошибки, но не факт, что найдет все ошибки, а мы хотим как можно больше найти. И что нам остается сделать? А нам остается применить такую технику, которая называется мутационный фазинг, mutation-based фазинг. Что имеется в виду? Мы берем на нашем месте генератора случайных данных, используем немножко другую схему. У нас есть какие-то сгенерированные образцы, они могут быть получены откуда угодно. Вы можете их заранее сами написать вручную, вы можете их сгенерировать с помощью только что написанного генератора данных, то есть генератор HTML. И у нас есть возможность немножко поменять вот эти ваши образцы, которые вы только что дали. Когда мы чуть-чуть меняем, какой-нибудь символ, например, удаляем, что мы можем сделать с валидной HTML? Сделать ее невалидной? Она может, например, вместо закрывающего тега убрать один слэш, и получается у вас уже HTML без закрывающего тега. И интересно посмотреть, как парсер отработает. Интересно. И мы переходим к следующему вопросу, насколько эффективны мутации. Вот наша программа. Все, что мы о ней на сегодняшний день знаем, что эта программа может как-то работать. Ее можно откуда-то тыкнуть, закинуть в нее какие-то данные, и она как-то отработает. И у нас будет какое-то ее поведение. Обычно это бывает нормальное поведение. Можем тыкнуть с другой стороны и не заметить никакой разницы. Даже если у нас x2 был поменен из x1, то есть мы взяли x1 какое-то значение и мутировали это значение и получили x2, у нас поведение нового не прибавилось. И вот только x3 каким-то образом мутируя из x1 или x2 мы получили какую-то ошибку. У нас всего два поведения. Этот подход к тестированию называется черным ящиком, если вдруг забыли. Ну и соответственно видите у нас всего два поведения и нам очень сложно сказать какие из тех множества седов стоит оставить и какие седы стоит не рассматривать больше. А мутировать мы можем с большой скоростью. Фазеры могут вызывать и 100 тысяч в секунду раз в целевую функцию, а могут и меньше. И тут нам на помощь уже стремительно бежит динамический анализ. Мой любимый, с которым я познакомился еще в JetBrains. И там в этом динамическом анализе существуют различные приемы для того, чтобы посмотреть внутрь программы, посмотреть, как она работает изнутри. Что в ней происходит, какие функции вызываются, как долго все это само по себе происходит, вызывается. будет доклад про профиляторы, чуть позже опять-таки так удобно вышло от Алексея, который расскажет про сэмплирующие профиляторы, про флеймграфы, про то, как программы можно оценивать. Ну, и в целом познакомитесь с этой частью. Нас будет интересовать не эта часть, нас сейчас интересует часть про покрытие кода. Тестирование coverage тоже многие запускали, примерно понимают, о чем речь. Речь про то, что мы хотим узнать, какие строчки кодов в нашей программе действительно были покрыты. Зачем нам это нужно? Нам это нужно для того, чтобы понимать и различать поведение программ, потому что запуская с невалидной, например, HTML-кой наш парсер, чаще всего мы будем получать ошибку в духе «это неправильная HTML-ка». И мы не сильно далеко продвинемся. Но если предположим, у нас есть HTML-ка, которая проходит очень-очень большое количество итераций и заваливается где-то там в конце, мы тоже можем сказать, что это невалидная HTML-ка, но она завалится много позже. Но нам в целом интересны такие ошибки. Нам интересно, что ошибка эта произошла не где-то в самом начале, а где-то в самом конце. И мы будем в нашем фазере собирать именно такие проблемы, те проблемы, которые различимы по их покрытию, по тому, как покрывается. А целью фазеров становится увеличение покрытия, потому что люди убеждены по крайней мере в том, что если покрыть программу на 100%, полностью весь код, то это приведет нас к тому, что таким образом можно найти все ошибки. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, это уже отдельный вопрос для дискуссии. Но дальше мы говорим про то, как мы обеспечиваем то самое покрытие кода, как мы обеспечиваем возможность понять, что же там внутри работает. Но для этого существует инструментация. Инструментация очень простой инструмент с одной стороны, с другой стороны очень сложный, когда ты его пишешь сам. И хочу сказать, что наверняка многие из вас уже делали инструментацию, только называли вы это, наверное, не инструментация, а называли это как-нибудь дебагом в консоль, когда в университете пишутся команды system.out, print.ln и назначение переменных. И это та самая инструментация, о которой идет речь в самом зародышном состоянии. Более современные инструментаторы, вернее, более мощные, делают немножко не так. Вернее, так они тоже делают. Они могут добавлять какие-то инструкции, как на этапе компиляции, то есть у вас есть исходный код, и они в ваш исходный код начинают туда добавлять инструкции. Например, тот же самый clang, я думаю, примерно так и может работать. Есть другие способы инструментации, ну какие, например, можно взять бинарный файл, разобрать его с помощью там дизассемблера какого-нибудь, понавставлять каких-нибудь инструкций и собрать обратно. Вот у вас появляется еще один способ сделать инструментацию программы. Третий вариант, когда есть удобный инструмент, например, Java, которая загружает каждый кусок программы отдельно в виде класса с помощью класс-лоудера, там можно, прямо есть встроенный механизм, позволяющий вам перехватить загрузку и понавставлять всякого интересного там, где вам это интересно. Вот, ну ладно, когда у нас есть инструментация, мы счастливо можем сказать теперь про нашу программу, что она нам стала чуточку прозрачнее и вот у вас есть вход значения одного, вы понимаете теперь, как работает программа. Где-то она выполнила цикл тысячу раз, там проработала 100 миллисекунд, у вас есть возможность оценить его работу. Вот x2 пошел по третьей траектории, вот x3 пошел по там следующей траектории и для нас все это будут разные седы. Вот те вещи, о которых я говорил изначально, значения, которые мы генерируем образцы, их принято называть седами, очень часто их пытаются перевести как зерна, еще чего-то, я никак не пытаюсь переводить, седы и седы, коротко понятно. Вот, и стоит также не забыть сказать про то, что так-то существует помимо вот этого принципа, который в фазинге называется принцип серого ящика, грейбокс фазинга, есть еще белый ящик, вот, соответственно, здесь у вас есть, как правило, исходный код программы, который дает вам возможность статически проанализировать ее, найти какие-то ошибки, и этих техник много, и проблема с ними плюс-минус у всех одинаковая, связана она с тем, что даже если мы нашли ошибку вот здесь, красным кружочком, мы все равно не всегда знаем, с какими данными запустить программу, чтобы она вот пошла именно по той траектории, и пришла именно к той ошибке. Вот, но в любом случае я не буду погружаться в тему про фазинг, где используется статический анализ, там есть много крутых слов и там абстрактная интерритация, символический анализ кода, тейнт анализ, в общем, много интересного, но может быть когда-нибудь в другой раз. Итак, мы поговорили про общие компоненты из того, из чего состоит фазер, я надеюсь, у меня получается вам донести идею о том, что сам по себе фазинг, эта идея настолько простая, что настолько очевидна. И нам все, что нужно, это просто правильно собрать инструменты, которые в этом фазинге существуют. Я, естественно, не говорил про какие-то слишком сложные вещи, просто потому, что они все время вам рассказывают на других докладах. Но что нужно нам обычно, когда мы собираем фазер, нам нужно то, что мы хотим запустить. Это может быть что угодно. Это может быть, как бывает, программа, то есть какая-то функция, которую мы протестируем, пример ее был. Это может быть сервис, какой-нибудь HTTP. Например, вы берете, запускаете фазер на HTTP сервер, какой-нибудь HTTP сервис пытается вам ответить, вы смотрите на результат ошибки. Я слышал, я не знаю, я сам не проверял, я в этой области не работаю, но я слышал о том, что даже есть такие техники сокрытия проблем, связанные с тем, когда хакеры пытаются найти, есть ли такой пользователь с таким похожим паролем или нет. И они, когда запрашивают попытку логина в какой-то сервис, они оценивают то время, сколько шел ответ. И идея такая, что чем дольше отвечает, тем, наверное, программа какое-то время тратит на то, чтобы найти человека в базе, находят его, пытаются там что-нибудь замачить, ну, в таком духе. В общем, всякие хрометрики, основанные на времени работы. И я слышал, что даже разработчики специально замедляют вот этот вот сервис, который будет всегда выдавать фиксированное время работы. Вот. Плюс-минус. Опять-таки, поэтому, если ваш интернет медленно работает, знайте, может быть, это в целях безопасности. Что еще? Важное направление фазинг компиляторов. Что делаем? Очень просто фазится программа на языке, который хотим протестировать для компилятора. С теми же самыми ошибками, пожалуйста, тоже интересная область, в ней тоже много всего интересного происходит. Нам нужны примеры входных данных и генератор, это тоже достаточно очевидные вещи, и нам нужна возможность отследить работу. Здесь появляются разные страшные слова в духе метрики, какие-то, значит, время работы, состояния. Но основное, что хочется понять, каким способом отслеживать действительно работу программы. Я предложил вариант с инструментацией, когда мы тестируем программу, скомпилированную как программу, и мы вызываем ее метод. Но что делать в случае того же самого HTTP-сервиса, и что там считать метриками, видимо, еще нужно что-то придумать, что-то накидать. Дальше есть история про хранение данных, про хранение тех седов, о которых все время идет речь, где-то. Потому что фазеры, они удобны тем, что их можно легко запустить, их можно запустить на большом количестве машин, и нам нужно место, куда мы будем скапливать вот эти седы, которые нам полезны, которые нам удобны, которые мы хотим использовать и мутировать, потому что они удачные, они нашли какие-то проблемы либо новые пути. И в самом базовом варианте, когда у вас фазер работает сам себе, запускается фазер запускается и работает с теми седами, которые лежат у него просто в памяти. А более сложные варианты, они хранят либо в папочке, либо прямо устраивают отдельную базу данных, которая будет распределенная, в которую будет все это складываться. Дальше, то, что будет отслеживать ошибки. Это речь про политики безопасности. Помните, мы говорим о том, что для того, чтобы найти ошибку, мы должны сначала определить эту ошибку. И вспоминая тот самый пример, который я показывал про что может пойти не так с функцией суммирования элементов массива, ошибка с переполнением, она существует, но только чтобы ее найти, это надо еще написать кусок кода. Его нельзя просто найти, потому что мы выполнили программу, она что-то сделала, просуммировала и вернула какое-то значение. У нас должна быть возможность как-то замачить вот эту ошибку. Такие инструменты есть. В научных статьях они называются обычно оракулами, в других инструментах они называются санитайзерами, как в ЛЛВМе. И последнее, большая проблема, это сохранение тест-кейса, тестовый пример или тест-кейс, который мы хотим каким-то образом отдать потом разработчику, который будет чинить проблему. Потому что найти проблему мало, надо объяснить тому, кто будет ее потом воспроизводить, как ее воспроизвести. В случае с программой, где есть метод, очень хорошим кажется идеей сгенерировать юнит-тест, который позже загрузится куда-нибудь выше трекер, выдастся какому-нибудь разработчику, разработчик просто скопирует себе в идее эту ошибку, этот пример запустит, подебажит, поймет, что пошло не так, поправит саму ошибку и отправит все это дело проверяться заново. И эти же примеры всегда могут служить каким-то набором тех тестов, которые у вас будут накапливаться и вы сможете с ними просто гонять программу, чтобы проверять, что не появилось никаких регрессий, что программа продолжает работать правильно. И каждому из этих ингредиентов полагается какое-то слово, начиная что мы отслеживаем, программ undertest, класс undertest, метод undertest, в статьях и в самих утилитах это все примерно вокруг этих слов крутится. Дальше есть то, что генерирует значения. Генераторы, драйверы, сид-мутаторы, таргеты, о них чуть позже скажу. Следующая информация про что нам нужны инструментаторы монитор, очевидно, вещи, которые позволяют оценить насколько входное значение пришедшее к нам сидом окажется для нас полезным. новое это поведение, старое поведение. Кстати, к слову, если у нас приходят два разных седа с двумя разными значениями, но проходят по одному и тому же пути, что могло бы быть удобным в этом случае? Можете ли вы какую-нибудь идею набросить, если у вас есть такие? я никого не вижу, но есть как минимум две идеи, которые используются в фазинге. Первое называется дедуплицирование, второе называется минимизация. То есть слова сложные опять-таки, но сейчас объясню. Дедуплицирование это означает тот самый процесс, что мы сличили, что поведение одно и то же, поэтому второй сид нам не нужен. Просто название умное. минимизация. Вот это интереснее. Мы пытаемся минимизировать наши тест-кейсы, и для этого мы сравниваем входные значения, которые дают одно и то же поведение. И если у вас есть одно и то же поведение, и предположим, входное значение это была строка 1000 символов, а второе это строка в 100 символов, то, наверное, хочется их поменять и использовать тот, который у нас в 100 символов, потому что он приводит к той же самой ошибке, а выглядит меньше, чище и лучше. Ну и храните доп. В общем, это тоже к моменту про то, что сложность нарастает очень резко. То есть вот не было понятия, вот оно появилось, и снова ничего не понятно, что это такое. И там сразу рисуются какие-нибудь математические формулы, как это делать правильно. Ну, что еще остается? Остаются слова санитайзеры, эксепшены, оракулы, о которых я уже немножко упомянул. Ну, тест-кейсы, юнит-тесты тоже об этом поговорили. Седы, корпус, под корпусом имеется в виду то пространство, куда мы будем складывать седы, то есть хранилище седов. Так уж принято. И я уверен, что если начать погружаться в эту тематику, в тематику, что такое фазер, окажется, что этих терминов их еще больше. Их на самом деле еще больше. сложно за ними всеми уследить. Но, надеюсь, вот этот базовый комплект поможет вам быстрее понять, в чем между ними разница. Итак, в итоге, мы хотели посмотреть на устройство фазера. Вот примерное устройство фазера, которое дано в другой статье, где авторы пытаются посмотреть различные применения искусственного интеллекта к этому фазеру. И эта схема достаточно общая, я ее просто плюс-минус повторил, чтобы вам показать. Значит, есть генератор, есть программа, которую мы тестируем, есть монитор. Монитор – это нечто, что дает нам информацию про работу самой программы. И этот монитор на выхлопе может иметь, например, каверидж или какую-то любую другую рантайм-информацию, которая может быть интересна. Информация про каверидж уходит мутатору, который мутирует значения. Почему здесь такая схема? Почему мутатору вообще может понадобиться каверидж? Потому что мутатор хочет все-таки мутировать значения, но мутировать их чуть лучше, чем просто переставить два байта. Хочется тоже какие-то мутации выбрать не просто так, а выбрать так, чтобы было бы удобно. И вот эти все моменты, они туда заложены внутрь. Дальше идем на генератор тест-кейсов, то есть те вещи, которые позволяют сгенерировать входные значения на монитор. Там появляются еще интересные вещи. Когда мы сгенерировали седы, у нас их большое количество, у нас есть корпус седов. И разработчики в мире фазинга, они что хотят? Они говорят, а как нам выбирать седы? То есть вот их миллион. И мы хотим выбирать те седы, которые с большой вероятностью будут нам давать новое покрытие. И вот эта часть, она именно про это. Она оценивает, можете применить какую-нибудь сложную теорию оптимизации, эволюционные алгоритмы и так далее, засунуть это вот сюда и каким-то красивым образом пытаться выбирать значение, которое будет с большей или меньшей вероятностью находить ошибки. Собственно, большая часть статей про фазинга посвящена наверное вот этой части. Так, дальше генерируются тест-кейсы, здесь все понятно, дальше монитор может находить краши или ереры, ошибки. И последняя часть это попытка оценить насколько то, что мы получили на выходе является ошибкой, насколько ее можно применить. Более прокаченные фазеры и исследователи пытаются найти в вот этом краш или ошибке уязвимости. То есть они пытаются применить их для того, чтобы взломать систему. Более простые варианты это ошибки, которые просто в вашем программном коде происходят постоянно, и их можно исправить. Чаще всего я наблюдаю два вида ошибок. Первый это стэк ауэрфлоу, когда ваша программа по какой-то причине начинает работать слишком долго и съедает весь стэк. Вторая ошибка это out of memory, когда ваша программа при каком-то входном данных начинает неконтролируемо создавать объекты, что не очень хорошо. Ну и пример обещанный про липфазер. Пример такой. Мы посмотрели на то, как фазер устроен, мы немножко с вами обсудили как он работает изнутри. Я надеюсь получилось рассказать про фазер с той стороны, с которой обычно его никто не говорит, потому что все приводят схему, говорят, и мы это сделали для ядра линукса. И становится все равно непонятным, что такое фазер. А мы посмотрим, что такое фазер, например, на проекте LVM. И тут есть у них статья про то, как начать использовать их фазер. Он встроен в саму платформу, вы можете сразу использовать, где-то в шестой версии. И они драмка имеет два названия обычно. Или fast-driver, или fast-target. Они называют это fast-target. В джазере это называется fast-driver. Для нас это генератор, который позволяет вам создать и перевести с фазерного языка на язык программы какую-то случайную последовательность значения. Здесь случайная последовательность генерится самим лимфазером. Она попадает в массив, просто целых чисел. И вы из этого массива уже можете набирать какие-то значения себе, как вам это удобно. И интерпретировать, как вам удобно. Вот. Написали. Дальше нужно скомпилировать программу. Вот как правильно оказывается говорить слово клангом. Значит, с помощью указания дополнительных слов f-sanitizer равно phaser с указанием на целевую программу вы можете собрать программу. И по итогу у вас окажется бинарничек, который является phaser. Вы его запустите и он своими хитрыми путями начнет вызывать ваш fast target. Таким образом тестируя вашу целевую программу и он будет делать это с применением совсем супер современных техник. Начиная от мутационного grey box phasing включая умный выбор седов для того, чтобы посмотреть, что же происходит. Там еще есть хитмапы, там есть много других интересных слов. Про корпус тоже немножко поговорили. Корпус это все-таки значение, которое было бы удобно подсунуть фазеру для того, чтобы он хоть чего-то начинал. Например, если вы тестируете PNG-картинку, удобно подсунуть PNG-картинку и пусть он ее меняет, что-то там с ней заигрывает, делает, все, что ему захочется. И он же туда же в этот корпус будет потом еще складывать то, что у него получилось, какие-то плохие значения. Дальше, о том, о чем я не говорил, я игнорировал эту проблему. Вот сейчас я про нее очень кратко расскажу, что она существует, насколько она повлияет на ваше желание использовать, попробовать Pfizer, я не знаю. Но проблема очень простая. У нас программа целевая, которую мы хотим попробовать, ее еще нужно запустить. Для того, чтобы ее запустить, нам нужно подготовить какие-то данные. В минимальном варианте должна приинциализироваться программа, еще что-нибудь. Самый показательный пример это запуск вашей программы в докер-контейнере. Неудобно же каждый раз Pfizer запускать докер-контейнер, который будет очень долгое время инициализироваться, потом запускать вашу программу примерно за 10 миллисекунд, выдавать результат. Поэтому есть разные техники, которые объясняют, каким образом сэкономить это время. Понятно, что есть желание что-нибудь закэшировать, еще что-нибудь такое, но проблема с этими техниками очень простая. Чем быстрее вы будете запускать программу, тем больше вероятность того, что вы будете оставлять последствия запуска Pfizer. Например, менять значение глобальных переменных, которые никто не будет восстанавливать. А это означает, что с точки зрения Pfizer засада немножко работает не совсем так, как ожидалось. Поэтому это тоже нужно как-то трекать, не всегда понятно, как. И в случае с LibFizer, они говорят, что мы продвинутые, мы умеем форкать процесс, они запускают основной Pfizer, и в тот момент, когда программа полностью готова к запуску, они начинают с помощью техники форков создавать подпроцессы. Эти подпроцессы отрабатывают, сливают обратно информацию про то, что у них получилось, и таким образом получается, что и программа вроде бы не сильно меняется, но и с другой стороны получилось сэкономить немножко времени. Но, опять-таки, там есть разные слова, умный in-process Pfizer, а вот как запускать, можно запускать на различных узлах, то есть, скажем, 100 Pfizer запустить на разных компьютерах, и так далее. Такая проблема тоже присутствует. Ну и в конце нам остается посмотреть на output программы. В output здесь Pfizer, поскольку он, если выражаться умными словами, значит, mutation-based coverage-guided gray box Pfizer, то он будет писать нечто следующее. Здесь есть информация про read, первое чтение корпуса. Дальше он говорит, что я провинциализировался, и дальше вот он нашел четыре каких-то проблемы. Я хочу обратить внимание, что вот есть здесь вот начало фразы, оно у меня там не хватило места, но вообще вот это вот начало фразы, это то, какие мутации он применял. В частности, здесь вот он там change bits, что-то там, скопировать часть какую-то там, просто сделать shuffle на массиве. и дальше он смотрит, что из этого выходит. Ну, в общем, есть еще другие слова там, но я думаю, что теперь у вас есть возможность попробовать самим, зайти сегодня, если вы близки к миру LVM, попробовать запустить это, если не близки, посмотреть, поискать свои фазеры, разобраться, как они работают, понять, что нужно дернуть и что ему дать, и попробовать протестировать ваш проект. В общем, я надеюсь, что получилось сказать, что фазеры это просто. Как всегда, спасибо за внимание, здесь QR-код для ваших отзывов и оценок. Ух, был, конечно, супер, ты как будто бы приоткрыл и приосвежил для меня лично эту штуковину с вузовских годов. Круто. Судьба злодейка на самом деле у нас подукрала маленечко времени, поэтому сегодня зарешают удачу и у нас будет один вопрос. Давай так, мне показался самым широким, да, и я его задам, и этот же человек получит футболку. Вот такая вот метаморфоза. Остальные зададим уже за сценой. Какие, на ваш взгляд, наиболее многообещающие направления в развитии фазинг-технологий и какие проблемы они помогут решить в ближайшем будущем? Ну, на самом деле вопрос очень интересный, он очень крутой. Естественно, стоит сказать, что одним из самых интересных направлений, которые приковывают внимание, это изучение, как фазингу может помочь машинное обучение. Это одна из тех проблем, которые занимает умы, и вот на той схеме там можно после каждой линии ставить галочку, в которой сказать, что и здесь интересно попробовать машинное обучение, например, генерировать код, как генерировать правильно код. Но ведь первая же мысль, если фазер генерирует код какой-то, какое-то входное значение, давайте попробуем попросить это сделать в машин-леунинг. Сейчас уже любые, значит, АИ-технологии позволяют генерировать этот код. Но есть другие более сложные истории. Мне кажется, более интересным все, что, конечно, связано с историей про то, какие мутации должны использоваться для обновления седов, потому что именно эта часть, она такая прям челлендж, который нужно еще решить. И там она очень наукоемкая, потому что это все уходит сразу же в статистику, вот это в теории вероятности, это все безумно интересно. Но и она же позволяет при правильном применении находить ошибки намного быстрее. На наших экспериментах мы пытаемся делать фазер, это прям в разы, то есть это в 10 раз быстрее находится то же самое количество ошибок, если мы правильно применим правильную мутацию, и это очень круто. Окей, по-моему, достаточно развернуто. А вообще, это классно сказал про математику. Отвернулся, чихнул, и все, уже ничего не понятно. Я однажды в 6 классе два месяца не ходил, прихожу, они уже буквы складывают. Вообще, другой язык как будто. Окей, ладно, на этом все, все остальные вопросы можно задать за сцены. Спасибо, Макс. Спасибо вам. Пожалуйста, не забывайте оценивать доклады. Субтитры сделал DimaTorzok